всем привет с вами кекс и сегодня хочу рассказать о том как я делаю подложки под свои торты для начала я всегда использую вот такие вот вам уже наверное знакомые подложки которые там фольгированные и самое важное то что я использую это пенополистирол его можно купить в строительном магазине я использую сейчас двухсантиметровый этого вполне достаточно для тортиков весом до 5 килограмм ну в 5 килограмм уже его нужно хорошо так поддерживать под низ как бы подобие ладошки то есть он все равно уже будет немножко гнуться этот полистирол он очень хорошо режется то есть ним очень удобно работать это вообще не идет сравнение по надежности с пенопластом то что могут советовать там и сейчас продаются я видела в интернет-магазинах уже вырезанные круги из пенопласта на пенопластом ну не вообще никак неудобный вот неудобнее работать полистиролом смотрите в общем они продаются но по крайней мере у меня здесь листами метр двадцать на шестьдесят чаще всего у меня тортики диаметром подложки я беру 30 на 30 поэтому для меня это очень удобно я вот намечаю один лист мне сразу режут магазине как бы напополам чтобы удобно нести было и я его еще дома режу вот так вот в длину домечаю по 30 сантиметров и прорезая ножом это то что я еще на столе сейчас режу так я вообще обычно мне удобнее на табуретке резать я просто насквозь его прорезаю это на столе тоже я двойным этим сало вот грубо говоря сейчас у меня будет подложечка нужно мне на 28 сантиметров они 30 поэтому я сделаю вот так вот и и приложу чтобы обрезать мне было удобнее вот а так я обычно просто режу сразу квадраты 30 на 30 то есть когда приношу домой этот полистирол режу сразу на квадратики и потом просто по мере надобности эти квадратики беру и обрезаю но я же говорю если вам нужно прям на квадратные ваши подложки то тогда вы используете очень аккуратно ножик чтобы вас не криво ничего а так как я еще буду обрезать по кругу я по поводу ровности и длины миллиметр миллиметр вообще не переживаю вы видите там где-то вот зацепки появляются то есть я за это вообще не думаю потому что мне все равно это дело обрезать я говорю еще раз обрезать допустим на табуретке намного удобнее чем на столе вот так вот мне на весу спереди вот поэтому я вот решила перебазироваться на табуретку чтобы показать вам как это делается вот я убираю от на свободный край свою подложку и просто придавливаю по контуру как мне нужно обрезать я не надо никаких приспособлений просто обычным канцелярским ножом обрезаю этот полистирол он единственным кому-то неприятно вот этот звук когда режется ну тут у меня муж убегает с комнаты сразу деваться некуда надо работать а так с ним очень приятно работать и вес он хороший выдерживает и ну я не знаю я пока лучше средства не нашла единственно что если вам уже нужно на тяжелые торты то я всегда заказываю мне или из дсп делают круги вот ну в общем где-то у плотника я ищу какие-то круги мне выпиливать если на свадебный на очень тяжелые то мне из цельного дерева даже могут делать а так вот получается вот такой вот кружочек эти цикели которые вот сбоку пооставались такие неровности их можно выровнять и срезать но тут у меня будет вот так вот ленточка поэтому она меня перекроет видно ничего не будет вот теперь можно приступить уже собственно к тому что вот у меня вот такой силиконовый пистолет мне я уже к тому пришла что купила пистолет и это очень сокращать время он электрический вот резетку включается можно а еще вот в качестве экономии купила вот такую вот ленточку можно пользоваться атласной лентой но я купила вот такую вот цветочную она как бы не тканевая как клеенчатая что ли вот и получается намного дешевле и там она сразу идет в матке в рулоне очень много метров и очень выгодно не пользоваться смотрите чем плюс полистирола если вы пользуетесь атласной ленточкой или это допустим у вас будет свадебный тортик очень красиво делать юбочку такую как гофрированной складывать ленточку и ее просто можно прицепить на такие с бусинками как они называются иголочка с бусинкой господи я не швея не знаю как она называется но в общем я видела и делала так пару раз но просто потом заменила деревянными как бы подложками под свадебные торты поэтому не морочу голову в общем вы видели тортик я перенесла сейчас мне нужно подложку прицепить к моему полистиролу вот я буквально в четырех шести тирамистах ставлю по несколько капель клея чтобы моя подложка не уехала от другой подложки то есть чтобы они сцепились вместе тортика это абсолютно не касается это абсолютно безвредно потому что торт у вас стоит отдельно другой упаковки теперь просто по кругу я вот так вот ставлю точечки несколько точек буквально там за три оборота я приклеиваю свою ленточку к низу подложки и получается все очень быстро и буквально последним штрихом который я заканчиваю уже это реально все делается в течение пяти минут то есть не надо никаких длительных заготовок ничего на самом деле я вот ленточку обрезала загнула и чтобы у меня получился загиб ставлю по капельке своего клея и делаю такой бантик просто складываю раз-два и вон серединку отрезала все вы видели я на глаз просто отрезала и вот такую серединку и тоже ее прикрепляю и мне это нужно прикрепить к тортику в общем я надеюсь что вам очень пригодится это и будет полезна моя информация а у меня в общем всегда получаются вот такие вот красивые подложки сейчас покажу и вам такого советую если вдруг что непонятно задавайте вопросы ставьте пальчики вверх а с вами был кекс до новых встреч пока пока